Просто вот взяли, когда нужно было собрать людей, когда Кадыров сказал, столько-то человек отправить, просто пришел участковый к моему родственнику и сказал, давай, собирайся. За что? За то, что ты его родственник. И его отправили. Поэтому я, конечно, буду оправдывать своих братьев, людей из своего народа, которые оказались там не по своей воле. Продолжение следует. Занавес рухнул. Запрос на религиозность у нас был всегда. У нас была нехватка знаний, то есть не было доступа к этим знаниям. И наши отцы, они вот то, что они знали, они это как-то проносили. То, что в большинстве там более-менее что-то умеющие там на арабском какие-то буквы соединять. Они там что-то говорили, для них это уже было священным текстом. Они это хранили. То есть вот этот вот недостаток информации, отсутствие доступа к этим знаниям, они... Это был такой голод, что наши родители, наши деды, они вынуждены были цепляться вот за какие-то соломинки буквально, собирать по крупицам эти религиозные вещи. И поэтому появилось очень много новшеств, абсолютно не относящихся к религии, разных искажений. Всего этого появилось очень много, но я имею в виду, что религиозность у наших вообще на Кавказе... Я, конечно, больше служу по чеченцам, так как я чеченец, жил, воспитывался, но это в целом такая кавказская тема, потому что мы в большинстве своем все народы уверовавшие, и у всех был вот этот вот запрос на религиозные знания. И, соответственно, когда рухнул этот занавес и появилась возможность выезжать, получать эти знания, у нас люди стали просто огромными такими глотками, как люди, испытывавшие жажду, когда они добираются до воды, они начинают очень активно ее поглощать. Вот у нас также началось поглощение религиозных знаний, и появились первые студенты, появилось вот это вот просочение знаний, как вот солнечные лучи пробиваются через серьезную завесу тучей, туч. И вот такое ощущение было, как лучи начали пробиваться знания, и это уже такой процесс тоже непростой для многих людей, воспитывавшихся в одном. Вот представьте, вы растете для вас, для религии она вот такая, это вот, значит, какие-то святые угодники, они там что-то могут, через них можно там к Богу обращаться. Обращаться, когда ты сам обращаешься, это не то, а через них это прям вот сильно, у них есть какие-то сверхспособности, они какие-то сверхлюди, они могут что-то там помогать. И вот так вот ты, и ты думаешь, что это и есть ислам. А потом, когда появляются знания, и приходит человек, и он тебе говорит, вот это все, это не просто не религия, а это отход от религии. И естественно, тут как бы многие это воспринимали в штыки, кто-то молодые в основном легче принимали эту истину, потому что они годами не были на этом заблуждении. А вот наши отцы, они, для них это было сложнее, и они как-то вот порционально немножко-немножко так принимали. Я знаю, по своей семье у нас было очень важно, например, для моего отца, то есть я не мог, вот если я бы пришел и сказал своему отцу, что вот это неправильно, надо вот так, от меня это не принималось, потому что я не был для него авторитетом. Но если к нему приходил кто-то, кого он считал знающим в религии и говорил ему то же самое, то это уже принималось, понимаете. Это вот это, ну это важный такой момент в даавате, что его должен делать тот, от кого будет он принят. И на этом тоже очень много ошибок было совершено, что это даават, донесения у нас часто делали не те, от кого это было бы принято. Видел паспорта заложников ингушей? Один из них родился в Казахстане, то есть уже после высылки. Но вопреки тому, что его семью депортировали, он пришел воевать за оккупантов, взрыв мозга. А что тут удивляться, по-моему, эти вещи уже давно перестали быть чем-то удивительным. Те, кто сейчас там воюют, они либо потомки тех, кто был выслан. У нас все были высланы, и все мы сейчас это, либо мы потомки тех, кто выслан был, либо те, кто родились там в высылке, либо те, кто был выслан. До сих пор живы еще те люди, которые были высланы. Так что тут, ну, чему-то удивляться. Что изменится, если Украина признает Ичкерию? Ну, у нас появится очень такая, серьезный очень союзник. Страна, которая реально является серьезной. И признание это такое, да, это моментально, там, вот она признала, и что-то там, какие-то ракеты полетели. Ну, нет, такого не будет. Но это очень серьезное, как бы, подспорье для нас. Так, ты сказал, что оправдываешь тех, кто не по своей воле пошел на войну, то есть тех, кто не по своему желанию пошел, а значит, по мобилизации, где за уклонение наказания, значит, ты оправдываешь их. Я, смотри, я говорю, что те люди, которых насильно поймали, схватили, заставили, погрузили на машины, самолеты, неважно, куда-то, и там отправили воевать, и у них нет выбора, они там оказались не по своей воле, конечно, я таких людей оправдываю. Что в этом непонятного? Зачем здесь, а значит, это, а значит, то, то есть в моих словах, что тебя смущает? Или неужели ты скажешь, что они не оправданы? У кого бы вернется язык сказать, что те люди, кто не по своей воле оказались, у них нет возможности там не оказаться? Или при малейшей возможности там не оказаться, они там бы не оказались? То есть, кто скажет, что они их не оправдывают? Так, что значит нет выбора? Был ли выбор у тех, кто воевал в Чечне, Афгане, репрессировал народы, завоевывал мусульманские страны и народы? Не тех, кто добровольно пошел, а кого мобилизовали, где за отказ, наказ. Так, к чему ты ведешь? Смотри, давай с собой немножко эту тему раскроем. Потому что, когда я говорю, что я оправдываю людей, отправленных туда насильно, я, конечно же, говорю в первую очередь о чеченцах. Я не знаю, что там в других местах происходит, я знаю, как туда отправляют чеченцы. Но я это не говорю с точки зрения украинцев. Имея в виду, для украинца, неважно, кто туда пришел, насильно, ненасильно, для него он враг. И он, когда он в прицеле видит своего врага в российской форме, он стреляет, и он его уничтожает. И вопросов к украинцу вообще никаких нет. Поэтому, если твой вопрос подразумевает, как я отношусь к своим врагам, то мне нет разницы, он там оказался насильно или по собственному желанию. Для меня он враг. Поэтому, когда я говорю об оправдании, я говорю о чеченцах, которых я знаю, что туда насильно отправили, какую-то часть. Вот этих людей я оправдываю, как чеченец. Это вопрос не со стороны украинцев, имея это в виду. А так, если здесь ко мне какие-то, может быть, я не знаю, у кого-то возникли претензии, почему ты оправдываешь, конечно, я оправдываю. Потому что я знаю, что это мои братья, люди из моего народа, которых насильно куда-то отправили. И на их месте мог бы оказаться я, в легкую. Находились я сегодня в республике. И среди них, кстати, оказались мои родственники. Просто из-за того, что они мои родственники. Просто вот взяли, когда нужно было собрать людей, когда Кадыров сказал, столько-то человек отправить. Просто пришел участковый к моему родственнику и сказал, давай, собирайся. За что? За то, что ты его родственник. И его отправили. Поэтому я, конечно, буду оправдывать своих братьев, людей из своего народа, которые оказались там не по своей воле. И я ни на секунду не оправдываю тех, кто там оказался по своей воле, или кто там оказался по долгу службы. Вот он был, допустим, Кадыровцем, военнослужащим, полицейским, кем угодно. И по долгу службы его туда отправили, туда ему и дорога. Вообще никаких вопросов. Желаю, чтобы он там остался в виде удобрения. Но те, кто там оказались не по своему, не по своей воле, я желаю им всем возвращения. И будь у меня какая-то возможность им помочь, вытащить их оттуда, я это, конечно же, сделаю. И мне плевать, кто об этом что думает. Абсолютно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok